Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас вторник, 8 марта. Обсудим с вами ситуацию на мировых фондовых рынках, обсудим с вами ситуацию на товарно-сырьевых рынках, нефть летит в космос, ну вообще все сырье летит в космос. Поговорим с вами о валютной паре рубль-доллар, чего здесь стоит ожидать, чего стоит опасаться и стоит ли вообще поддаваться панике. Итак, с вас по традиции лайк, подписка, пару слов, комментарии, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. Ситуация сегодня складывается в очередной день подряд крайне негативная. Мы с вами видим, что все мировые индексы, что вчера, что сегодня уже с утра окрашены в красный цвет. Азиатский, Тихоокеанский регион отторговал в красной зоне Японии, снижается Китай, Австралия. Грубо говоря, сами наступают на свои же грабли, на свои же, можно сказать, санкции. Европа еще не открылась, но вчера мы с вами видели тоже довольно-таки существенное падение, что немцев, что британцев. Особенно ощутимо падают немцы. Они хорошо коррелировались именно с российским фондовым рынком. Но вот из-за своей санкционной политики европейцы просто-напросто начинают падать в пропасть. Не отстают от них и американские индексы. СНП-500 наконец-таки ощутимо пробил поддержку в 4300 пунктов. И сегодня мы с вами должны посмотреть, сумеют ли американские игроки выкупить эту просадку. Если же сегодня выкупа этой просадки не произойдет, то фактически мы с вами это прогнозировали сценарий. Широкий индекс СНП-500 первонаперво отправляется на отметку в 3800-4000 пунктов. Это самый оптимистичный сценарий. Но о пессимистичном сценарии мы можем говорить о глубочайшей коррекции, о глубочайшем кризисе. И в пору поговорить уже о том, что СНП-500 может достигнуть и 3000 пунктов. То же самое касается и технологического сектора NASDAQ, который вчера падал сильнее всех. Мы с вами увидели потерю более 3,5%. Закрылись ниже отметки в 13000 пунктов. Мы с вами этот уровень тоже с вами много раз обсуждали и говорили. И здесь первоначальная цель для медведей служит именно 11500. Ну а пессимистичная это как минимум в район 10 тысяч пунктов по технологическому сектору NASDAQ. Если 2020-2021 год технологический сектор служил именно бенефициаром роста, да, мы с вами видели, как все технологические компании американского рынка росли и тянули именно широкий индекс СНП-500 вверх, потому что там порядка 80 компаний занимают именно четверть в процентном соотношении, то сейчас эти же компании начинают довольно-таки серьезное снижение. А с учетом того, что эти компании и покидают российский рынок, да, российскую юрисдикцию, конечно же, они теряют довольно-таки серьезный для себя рынок сбыта. Конечно же, они тоже сейчас будут подвержены более быстрому снижению. И это мы говорим только с точки зрения геополитики. Мы с вами не забываем, конечно же, и ситуацию с экономикой Соединенных Штатов Америки. Мы это много раз с вами обсуждали на протяжении всей зимы 2021-2022 годов, что инфляция сейчас зашкаливает. Федеральная резервная система вынуждена сейчас ужесточать свою денежно-кредитную политику. Уже в марте ФРС выключит свой печатный станок и должны вот на ближайшем заседании, которое произойдет уже на следующей неделе, они будут решать, должны будут решить вопрос по своей ставке. Насколько она будет поднята на 25 базисных пунктов, на 50 базисных пунктов, либо сразу же на 75, а может быть даже и на процент. Почему я здесь вновь заговорил о проценте? Потому что мы с вами видим, как ведут себя товарно-сырьевые рынки. Товарно-сырьевые рынки с началом геополитического конфликта между Россией и Украиной устремились просто-напросто в космос. Мы видим с вами, как растут те же самые металлы, палладия, алюминий, никель. Только вчерашний день вырос более чем на 60%. Палладий бьет свои исторические рекорды. Алюминий тоже находится уже просто на небывалых значениях. И это мы говорим только про металлы. А если мы с вами будем смотреть в общем на товарно-сырьевые рынки, пшеница покоряет мыслимые и немыслимые вершины. И приходит уже на уровни выше 2008 года, когда тоже пшеница торговалась очень и очень дорого. Ну и не забываем, конечно же, про больной вопрос. Это, конечно же, рынок черного золота. Напомню, что американский президент Джо Байден поставил себе основной задачей побороть цены на бензин в Соединенных Штатах Америки. Но вот сейчас почему-то у него эта задача не выполняется. Цены на бензин в Соединенных Штатах Америки продолжают расти вверх. Ну а, соответственно, растет и инфляция в той же самой Америке. А основной задачей для Джерома Пауэлла, как главы американского регулятора, стояло именно решение задачи с инфляцией. Именно поэтому его Джо Байден выдвигал на второй срок, чтобы он сумел побороть ту же самую инфляцию. Но когда растут цены на бензин, конечные продукты, соответственно, тоже будут расти. Это мы не учитываем еще остальные геополитические риски. А нефть как раз-таки растет из-за ситуации с геополитикой. Мы с вами много раз говорили еще до обострения конфликта России и Украины о том, что если произойдет горячее столкновение, то цены на нефть будут идти вверх. Ну а масло в огонь, конечно же, подливают лидеры Евросоюза и той же самой Америки, которые сейчас хотят объявить России нефтяной эмбарго. То есть российская нефть не должна продаваться на мировых рынках. Но на самом деле мне лично этот момент пока тяжело понять, как это будет на самом деле происходить. С учетом того, что нефти в мире и так не хватает. Мы с вами видим, что те прогнозы, которые давала Международная энергетическая агентство, те же самые прогнозы, которые давал ОПЕК на 2022 год, что в первом квартале мы с вами увидим не дефициты на рынке черного золота, а пропицит. Они не сбываются, потому что ситуация с тем же самым ковидом, с тем же самым здравоохранением, она более или менее нормализуется. Ну и вообще мы сейчас вообще забыли просто-напросто то, что у нас в мире была пандемия, что у нас были какие-то ограничения. Сейчас эта новость ушла с лент информагентств. Основные новости это касаемо России, Украины и страны Запада наперебой пытаются друг друга обогнать, введя новые и новые санкции против Российской Федерации. Но мы не должны забывать с вами, что спрос на нефть растет, потому что ситуация со здравоохранением, даже несмотря на то, что в лентах информагентства мне не говорят, но мы должны эту ситуацию отслеживать, она более или менее нормализуется, соответственно, туристические потоки во всем мире все равно будут увеличиваться, люди будут ездить из страны в страну, и, конечно же, спрос на нефтепродукты будет расти. Но, конечно же, те же самые американцы, те же самые европейцы рассчитывают на альтернативных поставщиков, это первонаперво на страны Объединенные Арабские Эмираты, на Саудовскую Аравию, на Катар, на тот же самый Иран, которые должны теоретически, по их расчетам, заменить поставку российской нефти. Но, да, действительно, если мы будем говорить об Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, да, у них есть определенные резервы, которыми они могут наполнить рынок черного золота, но мы с вами должны прекрасно понимать и следующий момент, что если это произойдет, да, если американцы сумеют все-таки уговорить своих бывших союзников Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты распродать свои те же самые резервы и нарастить мощности, но должны прекрасно понимать и следующий момент, что в дальнейшем, когда потребуется, действительно потребуется увеличить с точки зрения экономики потребность нефти, да, увеличить добычу той же самой нефти, те же самые страны Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, поставить эту нефть не смогут, и вряд ли поэтому Саудовская Аравия пойдет на текущие соглашения с Америкой и Евросоюзом. Определенные надежды, те же самые аналитики, складывают и со сделкой между Вашингтоном и Тегераном. Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас Вашингтон будет более быстрыми темпами проводить переговоры с Ираном, чтобы иранская нефть клынула на рынок черного золота. Но здесь мы должны тоже в некоторые моменты понимать, что Иран и так сейчас торгует нефтью, да, торгует не на белом рынке, скажем так, а на черном и продает свою нефть в Китай. Фактически, когда сделка между Вашингтоном и Тегераном будет официально заключена, то просто-напросто все теневые потоки нефти, которые сейчас Иран ведет, они просто-напросто будут вестись в открытую. Ну и к тому же, да, мы с вами должны прекрасно понимать, что Иран и Россия это две разные страны, и мощности, которые может позволить себе Иран, несопоставимо меньше, чем те же самые мощности Российской Федерации. Если бы кто не знает, то Россия вторая в мире страна по добыче нефти. Первая это Соединенные Штаты Америки, вторая это, конечно же, Российская Федерация. Соединенные Штаты Америки, да, ну, плюс-минус добывают 11,6-11,8 миллионов баррелей. Российская Федерация 10,9 миллионов баррелей. Саудовская Аравия на 1 миллион баррелей меньше добивает в мире нефти. Поэтому заменить Российскую Федерацию на рынке черного золота представляется маловозможным, и, скорее всего, это сейчас будут лично, на мой взгляд, популистские такие высказывания, что мы должны отказаться и ввести эмбарго против Российской Федерации. Как мы всегда с вами видели, американцы частенько любят попугать. Ну и к тому же, да, если мы с вами послушаем те же самые возгласы из Европы и Соединенных Штатов Америки, мы должны с вами прекрасно понимать, отказаться от российской нефти и от российского газа, да, возможно, они перед собой такие стратегические задачи все-таки и ставят. Потому что за последние десятилетия Россия очень сильно подсадила и Европу, и Соединенные Штаты Америки на свою нефть, ну а, в частности, Европа подсадила еще и на свою газовую иглу. И отказаться одномоментно от российских энергоносителей, ну, на самом деле, представляется крайне и крайне маловероятным. К тому же, должны мы прекрасно понимать, вернемся к тому, с чего начали, что из-за растущих цен на бензин, которые мы сейчас с вами будем видеть в тех же самых Соединенных Штатах Америки, ну, а тот же самый американский президент Джо Байден должен прекрасно понимать, что таким образом он не справится с растущей эмпляцией. Да, мы с вами слышим о том, что Джо Байден заявляет о том, что они будут распродавать свои стратегические резервы. Но напомню вам, что с мастера месяца 2021 года Соединенные Штаты Америки и так распродают свои стратегические резервы. Но нефть на это никак не реагирует, потому что спрос на нефть и так растет. Да, мы слышали заявление от Международного энергетического агентства, что они тоже готовы распродавать свои стратегические резервы, но в размере 60 миллионов баррелей. Это фактически трехдневное потребление. Поэтому и распродавать они их будут не в один день, а как минимум на месяц это заявление шли, то есть по 2 миллиона баррелей в сутки. Фактически это ничем не компенсирует. Возможно, они рассчитывают, что Российская Федерация испугается вот этих заявлений и сделает в ход назад, но здесь мы должны прекрасно понимать и следующее. Если Российская Федерация в текущей ситуации сделает в ход назад, то фактически она будет считаться проигравшей стороной. Санкции, которые сейчас уже введены против Российской Федерации, да, их легко было принять, а принимаются они как, ну, очень и очень быстро, да, здесь невозможно сейчас быстро слово подобрать. Но отменять эти санкции тот же самый Запад будет не торопиться. И мы с вами уже много раз обсуждали на этом канале, что, конечно же, на выручку Российской Федерации здесь придет Китайская Народная Республика, которая уже делала заявление о том, что если европейцы откажутся от российского газа, то они готовы эти объемы скупать. То же самое они заявляли и по поводу черного золота. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что торговать в Китае мы будем с очень и очень большим дисконтом. Но учитывая текущие цены на нефть, на момент съемки видео цены на нефть марки Brent находятся на отметке 128 долларов, примерный дисконт будет составлять 30-40 долларов. Ну, даже предположим, что если нефть мы будем торговать в Китай за 80 долларов, то это Российскую Федерацию вполне устроит. Потому что тот же самый Александр Новак, да, вице-премьера российского правительства, который как раз-таки и курирует энергетическую отрасль, заявлял следующее, что для российского бюджета вполне приемлемая стоимость это 60-70 долларов. И это будет считаться уже не пропицитным бюджетом, ой, не дефицитным бюджетом, а пропицитным. Конечно же, сейчас у российского правительства появилось намного больше головных болей с точки зрения того, что наложены санкции на многие наши другие отрасли. Но лично, на мой взгляд, что при удачном стечении обстоятельств вот в этом геополитическом конфликте между Российской Федерацией и Украиной, Россия, если выполнит все поставленные задачи, будет именно говорить с Западом со стороны силы. Примерно, как сейчас говорит тот же самый Иран. Ведь обратите внимание, как и тот же самый Иран вел переговоры в 2015 году, когда их вела еще администрация Обама. Они тогда, ну, на многое соглашались, но с тех пор прошло очень-очень много времени, их наука ушла вперед, и сейчас они ведут переговоры именно с точки зрения ультимативной. И, скорее всего, если Российская Федерация выполнит поставленные задачи, которые перед армией стоят в Украине, то и Россия будет вести переговоры именно с точки зрения ультиматумов. Мы отойдем туда-то, но вы снимаете те-то и те-то санкции и заключаете с нами те-то и те-то соглашение и даете нам те-то и те-то гарантии. Но это, опять-таки, лично, на мой взгляд. Конечно же, я не собираюсь здесь заниматься шапкозакидательством. Конечно же, Российскую Федерацию в текущей ситуации ждут довольно-таки непростые времена, как минимум на ближайшие, наверное, 6 месяцев, а может быть, даже и больше. Но в текущей ситуации, когда от российского товарного экспортного рынка будет зависеть экономики западных держав, конечно же, Россия здесь занимает более лидирующую позицию. Мы прекрасно с вами понимаем, что тот же самый палладий, который требуется промышленности Запада, с точки зрения тех же самых электромобилей, тех же самых полупроводников, и взять этот палладий просто-напросто неоткуда. На долю Российской Федерации выпадает 50% поставок данного металла. И, кстати, этим металлом торгует именно моя любимая компания Норильский Никель. И при текущей ситуации, если мы с вами увидим все-таки открытие торгов на московской бирже, первонаперво свои взоры я в очередной раз обращу именно на эту компанию. Потому что помимо палладий, Норильский Никель занимается еще и поставкой того же самого Никеля. И доля его составляет 17%. Поэтому данная компания в текущих сложившейся ситуации будет довольно-таки привлекательной инвестицией. Конечно же, мы с вами не должны забывать и в следующий момент, что пока что, возможно, мы увидим просадки по данным бумагам. Но если мы с вами будем мыслить стратегически, а не смотреть на текущую ситуацию, то эти вложения со временем дадут нам очень и очень хороший пропит. Я еще раз говорю, это не текущее вложение, это инвестиционное, это покупка на долгосрок. То же самое касается и того же самого газа. Мы с вами увидели, как только пошли разговоры о том, что от российского газа Европа готова сейчас отказаться, цены на газ взлетели просто-напросто на небывалые высоты. Более 3000 долларов на европейском рынке торгуется газ за 1000 кубометров. Дорогие друзья, представьте, сколько будет стоить сейчас отопление в той же самой Европе. Ладно, отопление. Здесь мы с вами слышим некоторые бредовые идеи со стороны некоторых западных политиков, что надо уменьшить норму того же самого отопления и так далее. Но от нашего газа, вообще от газа, зависит и производство. Многие, которые находятся в Европе, те же самые удобрения, мы с вами это обсуждали в прошлом видеообзоре, как они будут из этой сложившейся ситуации выходить. Конечно же, все это повлечет рост инфляции в Евросоюзе, а для простого западного обывателя самое главное, это не конфликт, то, что там Россия воюет с Украиной. Да, конечно же, некоторых простых западных обывателей эта ситуация волнует, но и одновременно с этим. Их волнует и проблема, то, что у них здесь и сейчас. То, что у них будут счета приходить космические за коммунальные услуги, то, что цены в магазинах у них будут астрономические, и в текущей ситуации их особо сильно не будет волновать, конфликт, который там, а будет волновать ситуация, который у них находится вот с точки зрения простого выживания. Поэтому лично мое мнение, на среднесрочной перспективе данный конфликт попытаются каким-то образом купировать. Но в текущей ситуации мы должны единственное с вами понимать, что, конечно же, и Россия при текущих раскладах будет очень и очень несладко. Конечно, мы с вами наблюдаем, да, вот вчера вне банка, как на Форексе, да, рост курс доллара по отношению к рублю. Мы с вами видели в моменте, что курс доллара достигал отметок 170 рублей за один американский доллар. И здесь, дорогие друзья, хотелось бы вас немножко успокоить. Это межбанковская торговля, и к официальному курсу оно отношений, конечно же, сейчас не имеет. То, что завтра, если мы с вами увидим валютные торги, открывшиеся, да, курс доллара, конечно же, скакнет вверх. Но не забываем одновременно с этим, что и завтра включатся наши регуляторные власти. Подключится тот же самый центральный банк, который, скорее всего, будет проводить интервенции. Подключатся те же самые наши компании-экспортеры, которые будут продавать, как и положено приказом, да, президента Российской Федерации, 80% выручки. И поэтому, скорее всего, курс будет опять сбиваться вниз. И еще раз повторю, дорогие друзья, на панике сейчас покупать дорогой доллар я бы просто-напросто уже не советовал. Многие в мой адрес начали меня критиковать и говорить, Владимир, вот ты слишком рано продал свои доллары, которые ты на протяжении 21-го года собирал, накапливал, ты не заработал слишком много. Дорогие друзья, я не особо сильно спекулирую. Передо мной поставлено было, ну, я перед собой поставил определенные цели, определенные задачи. И при достижении данных, целей, данных задач, я просто-напросто, да, ну, распродавал свои валютные активы, которые подлежали продаже на тех уровнях, которые я для себя оставил. Это 86-87 рублей. Валютная подушка, которая у меня как была, так она и остается в различных валютах, она как была, так и есть. И поэтому в текущей ситуации валютная подушка моих средств, она спокойненько балансирует мои портфели, а те денежные средства, которые я выручил от продажи тех же самых долларов, как раз таки и пойдут на выкуп тех же самых российских активов, когда откроется просевшая наша российская акция. Ведь обратите, дорогие друзья, мнение аналитиков тех же самых GP Morgan, Citi, Банков Америка, которые призывают, несмотря ни на что, скупать наши российские подешевевшие активы. Потому что много раз мы с вами на этом уже канале за последние две недели говорили, что горячие конфликты проходят, начинаются переговоры и в любом случае за любой войной всегда приходит мир. И вложения, которые мы делаем с вами в кризисные времена, в мирное время, принесут вам очень и очень хорошую прибыль. Посоветую просто, дорогие друзья, не поддавайте сейчас паники. И еще один аргумент, хотелось бы здесь под концовочку вам сказать. Обратите внимание, что многие зарубежные брокеры либо принудительно, либо добровольно, принудительно просят российских граждан закрывать свои счета за рубежом, то есть отказываются обслуживать российских клиентов. Ну и теперь давайте просто рассудим здраво, что будет делать простой российский потребитель, который привык жить фондовым рынком, для кого-то это хобби, для кого-то это основной вид деятельности, куда они понесут свои деньги. Конечно же, они понесут их на московскую биржу. Отсюда акции московской биржи становятся еще более привлекательными, потому что будет открываться еще больше брокерских счетов, и, соответственно, еще больше денег будет в обороте у московской биржи. Это раз. Ну и, соответственно, я не ожидаю какого-то ралли в наших бумагах, но то, что серьезнейшая волатильность здесь будет, и те, кто реально любит поднять себе адреналин, кто любит вложить средства и поиграть вот на таких вот, назовем это уже именно русских горках, то как только откроется московская биржа, вам такой шанс будет предоставлен. Я не собираюсь, конечно же, спекулировать, да, купил-продал, купил-продал, нет, я собираюсь создать себе хороший, мощный инвестиционный портфель, который в дальнейшем, ну, среднесрочном и далеком будущем будет составлять мой именно пассивный доход. То, что российский фондовый рынок восстановится, то, что Российская Федерация вновь займет определенное место в мировой экономике, я в этом просто-напросто убежден. Российскую Федерацию выключить из мировой экономики просто-напросто невозможно. Да, многие сравнивают Россию по санкциям, да, мы сейчас лидирующая позиция, что мы становимся второй Северной Кореей, но обратите внимание, что есть у Северной Кореи и что она может предложить миру, и что есть у России, и что она может предложить миру. И поэтому исключить Россию как главного, ну, какого-то партнера, да, торгового партнера из мировых цепочек просто-напросто сейчас не представляется возможным. Многие, дорогие друзья, вспоминаете, как было в 2020 году, когда фондовые рынки всего мира летели в пропасть, говорили нам о том, что все, фондовые рынки умерли, теперь это никогда не восстановится. Но прошло всего лишь каких-то несколько месяцев, и те же люди, которые кричали, что все, гипс снимает клиент, уезжает, кричали, все будет безудержный рост. И те же самые люди в комментариях, которые еще пару месяцев назад, а то и месяц назад, кричали мне, что доллар никогда не будет дорогим, что рубль будет вечно укрепляться, и верили в какое-то мега мощное экономическое чудо Российской Федерации. Сейчас с точностью, да, наоборот, пишут, все, доллар идет на 200, доллар идет на 300. Я в очередной раз хотел бы вас просто-напросто вам предложить точнее. Мыслите не вот здесь и сейчас, не живите вы сегодняшним днем, думайте всегда о будущем. Я много раз предводил этот пример. Если не умеете играть в шахматы, просто-напросто начните играть в шахматы. Там необходимо для победы думать на 3, 4, 5, а то и 6 ходов вперед. И сейчас, дорогие друзья, хотелось бы на закусочку сказать, когда я говорил в прошлом году, обратите внимание на золото. Золото во время кризиса будет бенефициаром роста, что золото побегут именно как в защитную гавань. И что мы с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем рост цен на золото и оно уже пробило отметку в 2000. А мой самый скромный прогноз на 2022 год был, что золото будет 2000-2100. Это самый скромный мой прогноз. И за этот прогноз, дорогие друзья, я подвергся небывалой критике. Говорили, что золото идет на 1200. Что золото больше никогда не будет считаться защитным активом. Что сейчас золотом считается именно рынок криптовалют. Но обратите внимание на тот же самый рынок криптовалют. Биткоин как торговался ниже 40 тысяч, так и торговался. Он не сумел пробить вот это сопротивление 45 тысяч. Фактически от них он ускочил обратно вниз. Криптовалютный рынок считается довольно-таки рискованным рынком. И когда в мире наступает хаос, а сейчас мы близки именно к паническим распродажам, мы не забываем о том, что тот же самый фондовый рынок Соединенных Штатов Америки очень сильно закредитован. Там такие плечи, что вот эти просадки, которые мы сейчас с вами увидим, они могут привести просто-напросто к повальным маржин колам. И на американском рынке, да и на европейском в том числе, скорее даже на европейском, а вслед на американском могут произойти просадки в день по 5, а то и 10%. Примерно то, что мы с вами видели до 24 февраля на российском фондовом рынке. И вспоминайте нашу аналитику, которую мы давали тогда. Я говорил, что сначала падают развивающиеся рынки, а вслед за ними падают уже и развитые рынки. И если по технике мы должны были идти вниз, то как раз-таки фундаментальные обоснования сейчас и находятся. Такая же картина вот в один в один, чуть ли не по датам даже можете посмотреть, была в 2020 году. Тогда тоже были надуты вот такие пузырища на фондовых площадках мира и не могли найти какой-то такой глобальный повод, который бы сдул эти пузыри. Тогда появилась ситуация со здравоохранением и все рынки посыпались. Почему они посыпались? Вы должны здесь понимать саму причину. Рынки тогда посыпались не из-за того, что был страх перед этой болезнью. Нет. Рынки посыпались потому, что была неопределенность. При такой ситуации в текущей ситуации рынки не понимали как жить. Но прошло несколько месяцев мы свыклись с мыслью, что вот эта зараза с нами будет уже навсегда, что будут какие-то вакцины и так далее. И рынки, и экономики стали потихонечку просто-напросто восстанавливаться. И сейчас примерно такая же ситуация. Почти 80 лет на территории Европы не было больших горячих войн. Не было такого, чтобы против сверхдержавы, а Российская Федерация как ни крутите, она все равно сверхдержава и глобальная ядерная держава. Вводились такие адские санкции. Да, мир сейчас не совсем осознает, что делать. Многие компании бегут из Российской Федерации, но они как убежали, так потом обратно же и прибегут, потому что такого рынка сбыта им там, за рубежом не найти. И они рано или поздно все равно вернутся. Ну, если, конечно же, правительство России не национализирует все эти производства, но в это мне тоже пока что слабо верят. Поэтому сейчас неопределенность. Любая неопределенность, она, конечно же, сеет панику в умы игроков и они пытаются сначала все распродадим, а потом будем разбираться, что с этим делать. Поэтому советую вам, дорогие друзья, не поддавайтесь панике. И даже когда откроется Московская биржа, ну, не бегите вы сразу же скупать там просевшие активы, потому что сколько раз, да, вот за последний даже месяц мы с вами видели Владимир, все, это дно мы должны покупать. Я у себя в премиум чате сколько раз это слышал. Владимир, Сбербанк 230 надо скупать, ниже мы уже не пойдем. Я говорил, ребята, сидим спокойно, не дергаемся, ждем. Владимир, Сбербанк 200, ну, все, это дешево. Я говорю, сидим спокойно, не дергаемся. Когда Сбербанк 100, 110, 120, да, здесь можно начать потихонечку заходить. И то, я еще раз повторял, 10-15% от всех средств, которые вы хотите туда вложить. Остальная просадка еще будет. Это было 24-25 февраля, потому что конфликт только начался, вся вот эта заваруха только начиналась. Заходить надо, когда мы подходим к пику конфликта. И вот когда конфликт будет потихонечку, да, какие-то появятся горизонты, на горизонте появятся какие-то мирные переговоры, да, там, переговоры не контактных групп, да, вот каких-то там контактных групп, а когда это будут переговоры между министрами иностранных дел, когда начнется контакт между президентом, вот это будет, и контакты не просто там, да, как Путин сейчас поговорил там с Макроном, поговорил там с канцлером Германии, нет, когда конкретно будет сказано, ведем переговоры по поводу мирных соглашений, да, по поводу, ну, завершения конфликта, вот это будет пиком считаться. И вот тогда надо бросать средства на то, чтобы эти активы уже покупать. Сейчас можно присматривать, сейчас, когда откроется рынок, мы должны с вами посмотреть, что просело, что не просело, как на это реагируют активы. Многие спрашивают, личка просто завалена, Владимир, подскажи уровни, на каких покупать, как мы можем с вами говорить о каких-то уровнях, когда Московская биржа закрыта, когда нет торгов, мы просто-напросто не знаем, где мы с вами будем. Бросило ли уже Министерство финансов и Фонд и Центральный банк вот этот 1 триллион рублей на выкуп наших активов или нет. 1 триллион рублей это очень существенная сумма. Мы даже, может быть, просадки как таковой и не увидим, потому что это реально для нашего рынка очень и очень большая сумма денег. Дорогие друзья, вот такой у нас небольшой видеообзор по ситуации получился. Не столько я здесь говорил об экономике, сколько пытался вам объяснить, что не стоит сейчас паниковать и нервничать. не стоит в панике скупать тот же самый доллар. Хотелось бы здесь напоследок привести пример банальный. Россия переживала уже дефолт. Многие этого не помнят, из-за возраста. Я знаю, у меня подписчиков очень много молодых, которые не помнят 98-й год, либо были в этот момент маленькие. Но тогда курс доллара стоил 6 рублей. В августе месяце 98-го года курс доллара в моменте достигал 60+. Это скачок более чем в 10 раз. Но спустя всего месяц или два курс доллара устаканился в районе 25 рублей и потом даже снижался. Потому что прошла паника. Люди поняли, да, вот здесь плохо, здесь не совсем плохо, а здесь даже вроде что-то будет и хорошо. И люди стали осознавать и свыкаться с текущей реальностью, что с текущей реальностью стоит жить. То же самое сейчас. Санкции, санкции, санкции. Эти ушли, эти пришли, эти непонятно, что вот когда ситуация более или менее прояснится, тогда и курс национальной валюты прояснится, тогда и экономика прояснится и так далее. Необходимо сейчас разобраться в текущей ситуации, а не паниковать и пытаться поспекулировать. Текущая ситуация на самом деле, но лично мой совет, спекулировать это будет крайне и крайне опасно. Вы можете лишиться просто-напросто своих депозитов. Многие, кто покупал акции там, ну, к примеру, Сбербанк 200, Газпром там 250-300, они засели в этих акциях и не знают, что с ними делать. Они сидят, а у них плечи, да, за каждый день берутся еще и комиссии, к тому же, представляете, они сколько убытков-то терпят. А откроются они, к примеру, Сбербанк 100. Просто моментальный маржин колл и пишите письма, да, как говорится. Поэтому не спешите спекулировать, не пытайтесь поймать дно. Лучше чуть-чуть недозаработать, чем просто-напросто потерять свой депозит. Ведь золотое правило на бирже всегда было, есть и будет. Главное не заработать, главное не потерять. Банальная присказка. Если вы потеряли 50% депозита, то чтобы вам хотя бы вернуть свое, вам надо заработать 100% просто-напросто. Ну, зачем до этого доводить? Курочка по зернышку, сами знаете, что во дворе творится. Поэтому, дорогие друзья, если вам видеообзор понравился, обязательно ставьте лайк. Если видеообзор не понравился, ставьте тогда дизлайк. Пишите обязательно свои комментарии, мнения, пожелания, критику, вопрос. Но касаемо критики, дорогие друзья, еще раз, убедительно вас прошу, реально убедительно, не пишите свои политические взгляды. Все, Россия как с детством, еще что-то там, вам плохо, нам хорошо, не надо этого. У каждого свои политические взгляды. Мы экономический канал. Мы здесь говорим о том, как заработать в текущей ситуации, а не то, кому-то плохо или кому-то хорошо. Мораль в текущей ситуации, вообще мораль, когда касается точки зрения денег, она уходит на второй, а то и на третий, а то и на десятый план. Поэтому, ради бога, воздержитесь вы от политических высказываний. Все равно эти комментарии я буду удалять. В текущей ситуации, наоборот, считаю, что нужно, необходимо поддерживать. Ну и, кстати говоря, милые женщины, дорогие наши, поздравляю вас с вашим праздником. Слово сказать, без вас, мы, мужчины, просто-напросто ничего в жизни не стоим. Благодаря вам мы всегда ставим какие-то цели, мы всегда стараемся достигать этих целей, чтобы вы, дорогие женщины, нас похвалили. Когда вы нас хвалите, мы готовы просто-напросто горы всегда свернуть. Поэтому, милые женщины, с праздником вас, оставайтесь всегда такими же красивыми, веселыми, жизнерадостными и продолжайте радовать нас сильный по мужчинам. Еще раз говорю, с вас по традиции лайк, не забывайте подписаться на наш канал, нажмите на колокольчик обязательно, чтобы не пропускать наши следующие видео, не забывайте проспонсировать данный YouTube канал, получите доступ в прямые эфиры с ребятами из премиум чата. Вот сегодня, в час дня по московскому времени у нас состоится прямой эфир с ребятами из чата, где мы обсудим более глобально текущую ситуацию. Ребят, в чате накопилось очень много вопросов и чтобы не отвечать постоянно в чате, я раз в две недели провожу большие стримы с ребятами, ну а, наверное, в выходные дни, а может быть, в воскресенье проведем большой прямой эфир со всеми подписчиками. Но это пока что на самом деле под вопросом стоит. Также, из-за того, что YouTube убрал монетизацию, будет сейчас очень много контента именно для спонсоров. Поэтому советую проспонсируйте, там чисто символическая сумма, она вас, я думаю, не разорит. Конечно же, дорогие друзья, не забываем подписаться на наши социальные сети, пока они еще работают. Это TikTok, правда, в TikTok сейчас нельзя выкладывать видео, но все равно советую подписаться как альтернативный ресурс, чтобы связь у нас с вами была. Не забываем ВКонтакте, да, российская социальная сеть, если что, мы будем вести вещание именно через ВКонтакте, Яндекс.Зен у нас есть. Ну и второй, пока по значимости ресурс, это, конечно же, Instagram. Ну и наш новостной источник, это Telegram канал, где много новостей, где полезная нужная информация, там и условия попадания в чат и так далее. Все это в открытом Telegram канале. Я же с вами на этом прощаю, дорогие друзья. Поздравьте, не забудьте своих вторых половинок, да и просто женщин на улице, если встречаете, поздравляете. У меня вот в машине специально куплено несколько букетиков роз. Если буду встречать понравившихся мне женщин, я всегда дарю гаишникам, если я встречаю девушек гаишников, тоже всегда дарю им цветы. Вы от этого не обеднеете, а женщинам приятно, ну и там нам все-таки хоть чуть-чуть, но зачтется. На этом я с вами прощаюсь, пока-пока.